Всем добрый вечер! Вот сегодня ещё один подарок для тоскующих дам. Я вам говорила и объясняла, что я не приветствую никакие привороты и прочее. Я их не делаю. Но иногда могу подарить зазывы определённые, которые могут помочь вам призвать мужчину. Это не привязка, это не приворот, это не что-либо такое насилие над волей человека. Нет, это определённое разжигание внутри человека тоски. И если вы для этого человека хоть что-нибудь значите, он обязательно появится. Если не появился, значит, вообще забудьте и вычеркните его из своей жизни. Зазывы были разные. Недавно я вам давала зазыв по имени. Он очень сильный. И это сильный зазыв. Но там немного более такое, скажем так. Хотя, знаете как, это зависит от энергии человека. Может сработать и, собственно говоря, у кого-то сработать, у кого-то слабенько. Зависит от энергии. Этот зазыв, который я хочу вам подарить, я назвала зазыв на пепел. Вообще, испокон веков делали зазывы на дым, на печной дым, на огонь, на ветер, на пепел и так далее, и так далее. Различные есть методы. Я не буду показывать, поскольку я этот зазыв не провожу. Мои работы сильные. И дабы, скажем так, поневоле не потревожить силы, которые я сейчас не хочу тревожить, я просто вам объясню, и вы сами это проведете. Вам нужна для этого фотография и любая свеча. Просто источник огня. Естественно, возьмите еще емкость, где вы сожжете эту фотографию, и потом сделайте дальнейшие манипуляции, которые я вам объясню. Значит, для тех дам, которые не знают имя мужчины, которого хотят позвать, у которых нет его фотографий и прочее, прочее. У меня один рецепт. Прежде чем ложиться в постель с человеком, спросите его имя, отчество, фамилию на всякий случай. А то получится, как в Одессе. Поимел и имя не спросил. Поэтому, если нет у вас имени его, и фамилию не знаете, и фотографий нет, и вообще даже лицо не помните, тогда вам этот зазыв никак не подходит. Но если вы знаете человека, встречались и ни с того ни с сего там обиделись друг на друга, переругались или как-то еще, но не знаете, как быть в этой ситуации, проведите зазыв. Кроме всего прочего, этот зазыв можно провести. Они вообще, мои работы, как правило, уникальны, они подходят на разные случаи. Это не обязательно еще и любовный зазыв. Можно провести, если вы с другом поссорились, подругой, с близким человеком, с коллегой, чтобы этот человек вышел с вами на связи, и чтобы вы прояснили ситуацию, ну, одним словом, разрешили эту ситуацию мирно для вас обоих. Фотография человека. Емкость, источник огня, то есть свеча. Любая. Делайте ночью, в темное время суток, и учтите, что вы пепел должны будете выкинуть в окно. Никуда либо, а в окно. В пространство, в космос, во Вселенную, чтобы Вселенная услышала эту информацию и привела человека, с которым вы хотите встретиться. Он выйдет на связь, позвонит, напишет, придет на работу, может быть, и так далее. Первое. Держа фотографии, читайте шесть раз первую часть. Огонь горит, сила древняя зрит. Встань передо мной, как туча над горой. Явись, появись, глаза моим покажись. Огонь горит, сила древняя зрит. Встань передо мной, как туча над горой. Явись, появись, глазам моим покажись. Огонь горит, сила древняя зрит. Встань передо мной, как туча над горой. Явись, появись, глазам моим покажись. Сказали шесть раз. Сжигайте фотографии. Пока горит фотография, когда уже сгорела фотография, неважно. Если вам плохо горит, можете спичками помочь, сжечь дотла, чтобы пепел получился. Сжигая фотографии, а также уже над сожженной фотографией. Читайте опять шесть раз. Огонь тебе мою ярую тоску передаст. Твое сердце изноет, душа по мне будет плакать. Огонь тебе мою ярую тоску передаст. Твое сердце изноет, душа по мне будет плакать. Огонь тебе мою ярую тоску передаст. Твое сердце изноет, душа по мне будет плакать. Шесть раз сказали. Ждете немного, чтобы пепел остыл. Естественно, в окно не кидайте. Горящий пепел. Открывайте окно. Пепел пускайте по ветру и говорите один раз. Пепел пускаю по ветру. Духа впускаю по твоему следу. Где бы ты ни был, найдут и тебе ко мне приведут. Заклято. Еще раз прочитаю, но вам нужно читать один раз. Пепел пускаю по ветру. Духа впускаю по твоему следу. Где бы ты ни был, найдут и тебя ко мне приведут. Заклято. После этого вы сами не лезьте в его соцсети, не пишите, не звоните, ничего не говорите. На некоторое время исчезайте из его жизни. И в течение трех-четырех дней он обязательно объявится. Можешь сразу в этот вечер написать, позвонить и так далее. Если за семь дней он не объявился, значит, этот человек вам ничего не чувствует. Потому что эти ритуалы, они пробуждают в человеке тоску и ярое желание вас увидеть, поговорить и так далее. Если у человека есть хоть немного малейшее чувство к вам, он не сможет это перебороть. Если он это переборол, значит, посылайте его к дедушке на хутор и находите другого человека, для которого вы значите многое. А лучше, если выявите для него смысл жизни. Вот так вот. Всем удачи!